18 июня 1815 года величайший полководец своего времени Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоу. По свидетельству историков, перед сражением у императора случился острый приступ геморроя. Этот недуг вскоре назвали одной из причин, из-за которой он и потерпел поражение. Сегодня слово «геморрой» звучит еще и как имя нарицательное, как синоним мучительной проблемы. Но, к сожалению, для многих это прежде всего серьезное заболевание. Геморрой, как и другие заболевания прямой кишки, в последнее время все чаще называют болезнью цивилизации. Это правда. Стоит отметить, что количество заболевших женщин становится все больше и больше, хотя еще 10 лет назад эта болезнь считалась практически чисто мужской. Женщины в последнее время стали выполнять нехарактерные для них чисто мужские обязанности. Они стали более эмансипированными, более самостоятельными, чаще поднимают тяжести, питаются неправильно. К сожалению, именно женщины больше всего стесняются обращаться с такими интимными проблемами к специалистам. Связано это и с тем, что большинство хирургов-практологов – мужчины, и с тем, что долгое время говорить на такие темы считалось чуть ли не зазорным. Но это очень опасно, потому что затягивание с обращением при появлении первых симптомов заболевания может привести к самым нежелательным последствиям. Каким же образом специалист сможет распознать характер вашего заболевания? При личном осмотре, безусловно, никаких заочных консультаций, никаких консультаций онлайн. Только осмотр специалистам прямой кишки даст ответ на все вопросы. На сегодняшний день существует огромное количество самых современных методов исследования, которые позволяют определить характер объемного процесса, характер образования прямой кишки и практически сразу выбрать тактику лечения. Кроме того, с помощью генетического исследования на сегодняшний день мы можем достаточно четко определить уровень риска развития онкологических заболеваний прямой кишки, что тоже немаловажно для выбора метода лечения и профилактики. Безусловно, базисным, основным методом лечения является консервативное. Особенно оно хорошо помогает на ранних стадиях заболевания. И вообще говоря, всего лишь около 20% пациентов с геморроем нуждаются в проведении оперативного лечения. Раннее обращение к специалисту всегда может привести к быстрому излечению и к длительной ремиссии, что позволяет не перейти заболеванию в хроническую стадию и затем потребовать уже оперативного лечения. Если же стадия заболевания такова, что необходимо проводить оперативное лечение, пугаться этого не надо. На сегодняшний день в арсенале специалистов существует масса различных методов, начиная от амбулаторных небольших вмешательств и заканчивая стандартными хирургическими операциями, которые дают прекрасный эффект даже при очень запущенных стадиях. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это приведет лишь к затягиванию заболевания и не даст никаких результатов. При первых признаках обязательно обратитесь к специалисту. Даже если хирург не найдет никаких признаков геморроя, трещины прямой кишки или других заболеваний этой зоны, вы будете спокойны. Центр новых медицинских технологий – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Одно из ведущих направлений – проктология. Обследование, диагностика, лечение, хирургия. Научный подход к вашему здоровью на Пирогово 25.4 и Титово 7. 363.0.183. Титово 7.0.183.